Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады еще одной возможности встретиться с вами в прямом эфире. И с нами сегодня особенный гость Ламберт Барихо, который является директором ЛЛ в Руанде. Мы очень благодарны Ламбертству, что сегодня он будет делиться с нами своим опытом, поскольку он проходил в своей жизни то, что мы сегодня проходим в Украине. Мы будем рассказывать его опыт, потому что в его жизни здесь он употреблял от того, что мы сейчас пытаемся преодолеть здесь, в Украине. И как уже было сказано, меня зовут Ламберт, я из Руанды. И Руанда – это небольшая страна в самом сердце Африки. И она известна тем геноцидом, который происходил между двумя племенами. В то время их соседями было убито свыше одного миллиона людей. За этим последовала война. В то время страну делили на части, и это было время хаоса. Но мы благодарим Господа за то, что сейчас все изменилось, и мы переживаем мирные времена. И Господь сотворил чудесные изменения и восстановления в жизнях людей. И сегодня я буду делиться надеждой, которая помогает преодолеть потерю. Потому что если мы посмотрим на жизнь, мы увидим, что жизнь полна сюрпризов. Существует очень много непредсказуемых вещей, которые могут произойти, случиться и в нашей жизни. И жизнь – это не просто какая-то прямая линия, потому что там есть и взлеты, и падения. Иногда мы проходим через спокойные времена, а иногда нам приходится переживать сжатые, серьезные обстоятельства, и это тестирует нас, испытывает нас. И иногда мы можем оказаться в таких подобных обстоятельствах, которые люди в вашем регионе, там, где вы живете, испытывают сейчас. И когда мы оказываемся в таких обстоятельствах, например, как война, которая происходит сейчас в Украине, то мы можем переживать различные потери в наших жизнях и в жизнях тех людей, кого мы любим. Такими потерями может стать потеря жизни. Люди умирают, кто-то может умереть, и иногда мы можем потерять связь с людьми. Мы можем оказаться в ситуации, когда мы потеряли свое имущество, свои дома, машины, собственность, домашних животных. И для других людей это может быть потеря, потому что они могут потерять возможность работать, зарабатывать, потерять свое дело, свой бизнес. В ситуации, когда человек вынужден убегать, спасая свою жизнь из того места, которое он привык называть своим домом, он понимает, что теперь даже и такого места, которое он мог бы назвать домом, у него не осталось. Когда мы покидаем свою страну, в которой мы жили до этого, уезжаем в другую, потом мы можем потерять свою принадлежность к нации, потому что в такой момент человек становится беженцем. И этот список может продолжаться и продолжаться, и продолжаться, и продолжаться. И когда мы проходим через эти потери и трудные времена. В такое время мы не можем быть уверены ни в следующем дне, ни даже в следующем часе, и иногда даже в следующей минуте. Поэтому мы начинаем просто жить в моменте, потому что мы не знаем, что будет дальше. И я помню, как я проходил через это в своей жизни в 1996 году. Когда в том месте, где я живу, случился геноцид и была война. Мне пришлось убежать, чтобы спасти свою жизнь. И в моем контексте, мы должны убежать в лес, где это было действительно длинное лес. Когда конкретно в моей ситуации, нам пришлось убежать в лес, жить в лесу. И я помню, как в один день мы убегали, и мы бежали, и были вынуждены остановиться, чтобы приготовить еду. Но началась новая атака, в силе звуки бомб, это была ожесточенная борьба, и нам пришлось убежать дальше. Но из-за того, что еда не была готова, нам пришлось выбирать, бежать с едой, или забирать с собой ту кастрюлю, которую мы готовили. Борьба как-то снова усилилась. Мы взяли еду, кастрюлю схватили, и вместе с этой кастрюлей побежали дальше. И later on, when the fighting, we came back, picked up the remaining food, and we recooked it again, and ate it, and continued running. So, we have come to value life more than anything. Нам пришлось оценить жизнь выше, чем что-либо другое. And we have also to value few items that we knew we needed to be able to survive along the way. Также нам пришлось высоко оценить те несколько предметов, которые нам пригодились бы для того, чтобы выжить. And in our context, we wanted to run away with a pot, something to cook into. И в нашей конкретной ситуации нам пришлось взять ему на кастрюлю и убежать с ней, потому что иначе нам бы потом не в чем было приготовить себе еду. And that's one of the things we end up learning as we face challenges, as we face losses, looking at what is important, what do I need most, and you hang on to that one. Это то, чему нам пришлось научиться в эти времена испытаний и потерь. Ценить, а что именно сейчас является важным, что сейчас имеет значение, и держаться своих приоритетов. Because you can't keep everything in a context of war or a context where you have to flee for your life. Потому что ты не можешь сохранить все и приходится выбирать. So, as we consider this aspect of hope in the midst of losses, we have to ask ourselves, is there any hope when we are going through losses? И если сегодня мы говорим о надежде посреди потерь, мы можем задать вообще этот вопрос, существует ли какая-то надежда, когда ты теряешь все? And to answer that question, we will use a story from the Bible to learn some lessons about how we can gain hope in the midst of losses. Чтобы ответить на этот вопрос, мы посмотрим сегодня одну библейскую историю, которая и ответит нам на этот вопрос, мы узнаем, существует ли надежда посреди потерь. And we will use the story of Job, which is found in the Bible. И мы рассмотрим сегодня историю Иова. There are five aspects we will look at. И мы посмотрим на пять различных аспектов. I'm sure they can put them on the screen. One of them is loss does not mean punishment from God. Первая потеря не означает, что это наказание от Бога. And we will also realize, learn about God's sovereignty and love in midst of loss. Также посмотрим на ту безграничную власть, на Божий суверенитет и его любовь прямо посреди этих потерь. We will look at different types of losses. И мы рассмотрим разные типы потерь. And we will learn about Job's attitude amid losses. Мы посмотрим на отношение Иова к тем потерям, которые он переживал. And before we conclude, we will look at the outcome of Job's story and draw some conclusions. И в заключение мы посмотрим на то, что в итоге получил Иов в конце своей жизни и сделаем выводы. If we can go to the first point, which is loss does not mean punishment from God. Если мы посмотрим на самый первый пункт, который говорит, что потери не означают, что это наказание от Бога. When you read in Job chapter 1, verse 1, в первой главе Иова, в первом стихе, this is what the word of God says. Это то, что Слово Божье говорит. There was a man in the land of Uz, whose name was Job, and that man was blameless and upright, one who feared God and turned away from evil. Мы можем прочитать. Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. So, this means that Job's suffering were not because he was a sinner and God was punishing him. Это означает, что жизнь Иова не была жизнью грешника, он не был грешником, и то, что произошло с ним, это не наказание от Господа. But God makes it clear that Job was blameless and upright, and he feared God. Господь говорит о том, что этот человек, он был непорочен, он был справедлив, и он был богобоязнен. But he still suffered a lot and lots of losses. Но, тем не менее, он страдал от многих и многих потерь. So, when we are going through losses, most of the time we think, maybe it's because I have sinned and I'm being punished and I'm being punished for my sins. Когда мы проходим через какие-то потери, мы начинаем думать, это, наверное, потому что я согрешил, и Господь наказывает меня за мой грех. And it's even easy for other people to think the same way. They say, oh, you are going through this because you have sinned. Гораздо проще для других людей также думать, ты проходишь такие потери сейчас, потому что ты согрешил. Но даже непорочные и справедливые люди, которые удаляются от зла, они могут иметь в своей жизни какие-то потери, и это не будет означать, что они наказаны Богом в этот момент. Господь обращает наше внимание на то, что не все потери в жизни человека являются наказанием от Господа. And believe me, when I say that what is happening in your region, it's not because that's where there are more sinners than any other part of the world. И поверьте мне, то, что сейчас происходит в том месте, где вы живете, не говорит о том, что там очень много грешников больше, чем в какой-либо другой части мира. Actually, sometimes it's the opposite. часто это может означать совсем противоположное. Because there is more righteous people, the enemy is not happy, and he stirs up uproar and walls and troubles just to get to the righteous people. Особенно это может означать, что это происходит там, где много праведных людей, и врагу это не нравится, и он начинает позагревать вражду для того, чтобы подобраться к этим праведникам. Это был как раз тот самый случай в жизни Иова, потому что он был непорочен, и враг к нему подбирался. And the second point I want to make is about God's sovereignty and love in midst of loss. Второе, о чем я хочу сказать, это то, что Господь действует своей бесконечной властью, Он суверенен и безгранично любит нас. So, и во второй главе первого по шестой стих. Мы можем увидеть, что в действительности это дьявол, просил Бога о том, чтобы тот позволил ему приблизиться к Иову, чтобы навредить ему. God was confident in the uprightness of Job. О Господе, он был уверен в праведности, в которой стоял Иов. He even gave a good testimony about him. Он сказал, что он думает об Иове. But the enemy said, he obeys you because you have provided for him and because you have given him good health. на что дьявол ответил, что он так богобояснен и держится добра, потому что ты защищаешь его и потому что ты дал ему хорошее здоровье. Но Господь сказал дьяволу, что он лжец и что Иов послушен Господу, потому что любит его. и дьявол хотел доказать Богу противоположное, поэтому Господь позволил дьяволу забрать и прикоснуться ко многим аспектам жизни Иова. Бог не был источником тех потерь, которые пришли в жизнь Иова. Но Сатан был источником проблем Иова был Сатана. Но Бог позволил job или враг привести в жизни как бы то ни было Господь позволил дьяволу приблизиться к Иову, чтобы принести проблемы в его жизни. Что тогда это может означать? Это то, что происходит со многими из нас. Иногда мы начинаем возмущаться и говорим, что Господь не смотрит на мое бедствие. Но в большинстве случаев это враг враг, именно тот, кто является источником наших страданий. Но исходя из той суверенной власти, которая есть у Господа, он позволяет каким-то страданиям прийти в нашу жизнь. Он не источником этих страданий, но он позволяет им приблизиться к нам. И в случае работы, это потому, что его новое служба будет быть сильным, и в конце Бог хотел воскресить все В конкретном случае, в ситуации с Иовом, Господь позволил, потому что знал, что Иов будет твердо стоять, и он выстоит, и в конце Господь сможет восполнить ему все, чего он лишился. И здесь проявилась Божья безграничная власть, его суверенитет, в том, что он позволил всему этому случиться. Но также в этом проявляется его любовь, которую он приносит искупление и восстановление в потерях, которые приходят в нашу жизнь. Он не позволяет врагу делать все, что он хочет. Он ставит ограничения, в том, что он позволяет врагу делать все, что он хочет. Что он захочет делать в нашей жизни. Он ставит границы, границы того, где враг может прикоснуться к нам. Это мы можем прочитать в послании к Римлянам, 8 главе, 28 стихе. Там сказано о том, что для любящих Господа все содействует ко благу. Да, Господь может позволить чему-то случиться в нашей жизни, но Он сам искупит нас и восстановит от всего того, что произойдет. И это то, что нам очень сложно бывает понять, особенно когда мы проходим через потери. Но лично в своей жизни я видел, как Господь приходит, становится искупителем для всех тех бед, которые я переживаю, восстанавливает и исцеляет рану. Я сам лично являюсь свидетелем, потому что страна Руанда, моя страна, это доказательство того, что Господь может восстановить из пепла. Во время геноцида в 1994 году В Руанде не было ничего, не было правительства, не было школы. На каждой горе, на каждом холме Руанды были лишь мертвые тела. И это был самый жуткий хаос, который вы только можете представить. Но если вы приедете в Руанду сегодня, Это прекрасная страна. Она хорошо управляется. Люди живут вместе, несмотря на те различия, которые были и которые есть между ними в прошлом. Руанда является страной, которая одна из самых быстро растущих экономик. Руанда является самой безопасной страной Африки. Но это все произошло спустя 28 лет. А 28 лет назад она практически не существовала. Даже если мы можем сказать, что за этим геноцидом стоял Господь, Он позволил этому случиться. Но он сам восстанавливал то, что произошло с нами. Я говорю сегодня это вам, потому что я хочу ободрить вас. Ситуация, в которой вы находитесь, это еще не конец. Наш Господь, Он Господь надежды и Господь искупления. Возвращаясь к истории Иова, Он пережил различные типы потерь. Когда вы читаете из Иова 1, 13-19, Если мы прочитаем книгу Иова, 1 главу с 13 по 19 стих, Мы можем увидеть, что случилось с Иовом. И был день, когда сыновья его и дочери его ели, И вино пили в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник Иова и говорит, Волы орали, и ослицы паслись подли них, Как напали сови, и они взяли их. And the serbians fell upon them and took them And struck down the servants with the edge of the swords, And I alone have escaped to tell you. А отроков поразили острием меча, И спасся только я один, чтобы возвестить тебе. While he was yet speaking, there was another and said, The fire of God fell from heaven And burned up the sheep and the servants And consumed them, And I alone have escaped to tell you. И еще он говорил, как приходит другой, И рассказывает, Огонь Божий упал с неба, И обвалил овец, и отроков, и пожрал их, И спасся только я один, чтобы возвестить тебе. While he was yet speaking, there came another and said, The chaldeans formed three groups And made a raid on the kemos And took them and struck down the servants With the edge of the sword, And I alone have escaped to tell you. Еще он говорил, и приходит другой, И рассказывает, Халдеи расположились тремя отрядами И набросились на верблюдов и взяли их. А отроков поразили острием меча, И спасся только я один, чтобы возвестить тебе. And while he was yet speaking, They came another and said, Your sons and daughters were eating and drinking wine In their brother's house. И еще этот говорил, приходит другой, Сказывает, Сыновья твои и дочери твои ели, И вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни, И охватил четыре угла дома, И упал дом на отроков, И они умерли. И спасся только я один, Чтобы возвестить тебе. Когда вы читаете этот отрывок, Это как ты читаешь новости О том части мира, Где сейчас вы находитесь. Утром вы читаете о том, Что вот это случилось в одном городе. К обеду вы слышите другие новости. К вечеру еще больше появляются плохие новости. Это то, что пережил Иофф. В Библии говорится о том, Что вот один еще не успел закончить, Как уже пришел на другой песняк. Иофф, он перенес очень много потерь. Если мы будем читать дальше, Мы узнаем, что он пережил гораздо больше, Чем сказано здесь, в этой первой главе. Что потерял Иофф? Он потерял источник своего дохода, Потому что волны, которые паслись, На них напали. То есть, вероятно, он был фермером, И он потерял свой источник. Каждый раз, в каждой истории, Которую мы рассказали, Он терял своих слуг, То есть, терял свою рабочую силу. Он потерял свое имущество, Своих животных, Крупные рогаты, Сход, верблюдов, Животных, полов. Он потерял своих детей. Все его дети, которых он очень любил, Приносил жертвы за них, Но они все погибли, Все умерли в один день. Если мы пойдем дальше, Во вторую главу мы увидим, Что также он потерял свое здоровье. Также мы увидим, Что он потерял отношения, Которые были в его жизни, Потому что отношения с его женой, Она не поддерживала его, И его друзья также обвиняли его, Что он согрешил. Когда мы пристально смотрим на историю Иова, Мы видим, Что он потерял многое. И я не знаю, Что вы потеряли в жизни, Или в этой ситуации. Я не знаю, Потеряли ли вы что-то В этой конкретной ситуации. Но потеря, Это всегда очень болезненно. И суть здесь не всегда, Именно в количестве того, Что вы потеряли, А в том, Что это значило для вас, Как это было дорого вам, Насколько это было для вас важно. И когда мы сталкиваемся, Проходим через потери, Появляются эмоции, Которые нам тоже приходят проживать. С одной стороны, Это боль от потери того, Что нам было дорого, Или того, Кого мы любили, Ценили. С другой стороны, Мы можем испытывать гнев, Который приходит, Вследствие того, Что в нашу жизнь Пришли потери. Иногда мы просто можем быть В сильном смущении, Не понимая, Что вообще происходит, И как к нам действовать. Когда мы проходим Через подобное, Господь нас не осуждает. Я хочу привлечь ваше внимание К тому отношению, Которое было у Иова, Когда он проходил Через свои потери. Как он вел себя Посреди этих потерь. Мы можем прочитать Те отрывки, Которые у вас на экране сейчас есть. 1 глава 20-22 стих И 2 глава 10-11 стих И тогда Иов встал И разодрал верхнюю одежду свою, Остриг голову свою, И пал на землю, И поклонился. 2 глава 20-22 стих И сказал, Нак я вышел из шрева матери моей, Нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, Да будет имя Господне благословенно. Во всем этом не согрешил Иов Иов и не произнес Ничего неразумного о Боге. 2 глава 10-11 стих Но Он сказал ей, Жене своей, Ты говоришь, Как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, А злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов Устами своими. Когда мы смотрим на отношения, Иова ко всей этой ситуации. You will realize that Job did not ignore what was happening. Мы увидим, что Иов, он не игнорировал то, что происходилось. But he grieved his losses. Он скорбел, он переживал боль от тех потерь, которые пришли в его жизнь. We can see him really portraying some behavior which showed that he was sad about the situation. Мы видим, как Библия описывает то состояние, в котором находился Иов, что он испытывал, когда переживал. He tore his clothes and he sat down to show that I'm grieving for the losses I've gone through. Он разодрал свои одежды, он упал на землю, он стриг голову. то есть он показал, что он скорбит в той ситуации, в которой он находился. But also, we see that Job worshipped and blessed the name of the Lord. But also, мы видим, что Иов, он поклонялся и благословлял имя Господа. And this is an easy thing to do when you are experiencing losses. Это то, что довольно сложно сделать, когда ты переживаешь и проходишь через потери. But we can see Job worshipping the Lord and blessing his name. Но мы видим, что Иов, он поклонялся Господу и благословлял его имя. But that came from a belief that Job had, that whatever he had was from the Lord. Но это было возможно только потому, что Иов был уверен, что то, что приходит в его жизнь, приходит от Господа. Job also believed that the Lord gives, but also he can take away. Также Иов, он верил, что Господь дает, но и он же может взять, собрать обратно. And that made Job not to hang on to whatever he had and feel like I'm untitled to have all of this. Это помогло Иову не держаться, не цепляться за то, что он имел, чем он владел. Он понимал, что это не то, что ему верено навсегда. And he had learned that both good and adversity pass through the hands of the Lord. Он верил, что это все действия Божьи в его жизни. And this is a lesson we have to learn not just when we are going through losses, even when we are in a peaceful moment. Это тот урок, который нам стоит выучить и не только в тяжелые времена, во времена потерь, но и когда мы живем в мирное время. that whatever we have is from the Lord. He can take it anytime. Все, что приходит, приходит от Господа. Господь дает на время и может забрать это обратно. And then live our lives without a sense of entitlement, like God owes us anything. Тогда мы не будем жить с тем чувством собственности и у нас не будет убеждения, что Бог нам чем-то обязан. And one thing that also strikes me or amazes me is how the Bible says, in all of that what Job did, he never sinned, nor charged God with wrong. То, что сильнее всего изумляет меня, потому что мы читаем в Библии, каждый раз сказано, что во всем этом Иофон не согрешил устами своими. This is not easy when you are going through tough times. Это не просто когда мы проходим через трудные времена. Because the tendency is to feel like why am I going through this, Lord? Why can't you do something about it? Потому что тенденция такова, что в основном нам легче спрашивать, что, почему, почему ты допустил, что я через это прохожу, задавать такие вопросы Богу. Но Иоф продолжал доверять Господу даже тогда, когда, казалось бы, это не имеет никакого смысла. So, now, what was the outcome of Job's story? Давайте посмотрим, чем же закончилась история Иова. And we will find that at the end of the book of Job in Job chapter 42. Мы можем найти ответ на этот вопрос в 42 главе книги Иова. And what we see there is that God rebuked Job's friend. И что мы видим? They had been accusing him of being a sinner. That's why he was in suffering and blaming him. Друзья Иова говорили ему, что он грешник. Из-за этого обвиняли его и их отношения испортились. But because our God is a God of justice, he didn't say, oh, it's okay, guys, you were wrong, just go home, it's okay. Он не сказал им, ну ладно, ребята, говорили вы так, ничего страшного, просто идите домой, все нормально. And this is an encouraging idea for us when we are going through suffering. Для нас это ободрение, когда мы проходим через какие-то страдания. We have to remember that our God is a God of justice. Надо помнить о том, что наш Бог Он справедливый Бог. And He will bring those who are oppressing us or those who are abusing us, they will be held accountable before Him. Мы должны помнить о том, что те, кто притесняют нас, те, кто обижают нас, они будут держать отчет перед Господом. Даже если они смогут избежать справедливости в этом мире, они не смогут никогда избежать справедливости Божьей. Потому что наш Господь, Он Бог справедливости. Another thing we see as the outcome of Job's story is that God provided a way for restoration. Еще одно, что мы можем видеть в заключении истории Иова, это то, что Господь, Он приготовил путь восстановления для Иова. So, He provided a way of restoration not only for Job, but also for these guys who were accusing Him. Он приготовил этот путь восстановления не только для самого Иова, но и для тех людей, которые его обвиняли. So, these friends of Job had to go to Him and repent to Him and Job had to pray for them. Друзья Иова, им пришлось прийти к Иову, покаяться перед Нем и Иов помолился с ними. But also Job had to forgive them and bless them. Но также Иову пришлось простить их и благословить. And I'm always amazed how God waited to do the restoration on Job until he had forgiven these friends and prayed a blessing upon them. Полное восстановление в жизни Иова пришло тогда, когда он смог простить, благословить, помолиться за своих друзей. Because our God is a God of forgiveness. and as his sons and daughters he expects us to walk in forgiveness and mercy as well. And in the end, after Job had prayed for his friends, God did restore to Job his health, fortune, children and even his dignity in the community. В жизни Иова также было восстановлено все его здоровье, его имущество, его семья, следие и также его репутация тоже была восстановлена в том сообществе, где он жил. And that's something I love about our God. He is the God of restoration. He doesn't just say oh, it's over, your life is gone, he can restore even when things look terrible. And the Bible tells us that Job had more wealth than before. Библия говорит нам о том, что у Иова было еще больше имения и благосостояния того, до всех его потерь. And he also had more children and who were more beautiful than anyone in the region. У него было еще больше детей и они были еще более прекрасны, чем кто-либо в той области, где он жил. Because our God is the God who redeems us. Потому что наш Господь это тот, кто избавляет нас. So, as I conclude, I want to share some few thoughts just as a recap of how we can find hope amid losses. В самом конце, как вам подытожить, я бы хотел привести несколько мыслей о том, как нам можно обнаружить, найти эту надежду, за которую мы можем держаться во время потерь. The first thing we need to remember is to look up to the maker of the heaven and earth. Отличный способ это посмотреть на того, кто создал все на Творца неба и земли. Because when we look up to the maker of heavens and earth, that's where our help can come from. It says, where can I find help? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. So, the second thing we need to do is to take each relationship and possession as a gift from God that we have for a season. Следующее, что нам следует делать, это воспринимать любые отношения, любое имущество как дар от Господа, который дается нам на определенное время. Yes, we have some relationship that we love of people we love and we cherish. Да, у нас есть какие-то взаимоотношения, есть люди, которых мы любим, которыми мы дорожим. Some of them are relatives, others are friends, good friends. Некоторые из них это наши родственники, наши близкие, наши хорошие друзья. у нас может быть какое-то имущество, то, чем Господь нас обеспечен. But we have to take them as a gift from God that we have for a certain season. Но мы должны воспринимать это как дар Божий, который дан нам на определенное время. Because whether we are in a worse situation or we are in a peaceful situation, we can lose those things as well. Дело в том, что неважно находимся ли мы в военной какой-то ситуации, в обстоятельствах войны или живем в мире, мы можем потерять то, чем владеем. Вчера был день, 9 лет, как я потеряла мою маму. Она ушла. Она пережила все военные угнетения, геноцид. Она была беженкой, прожила через все эти сложные вещи, но умерла спустя 10 лет от рака. So, that's part of what we have to learn, that every relationship we have, every possession we have, is a gift from God for a season. То, чему нам нужно научиться, все, что у нас есть, отношения, какое-то имение, все это дается нам на определенный срок. And we also have to remember that loss is not a punishment. Нам также нужно помнить, что потеря это не наказание. It's part of life. Это часть жизни. And it's not to say that God is not happy with us. because for the case of Job, actually, he lost a lot because God was pleased with him. But if we talk about the case of Job, he lost a lot, because God was very happy with us. It's also, we have also to remember that it's okay to mourn what we have lost. also, that it's okay, it's okay to remember that we can lose a lot. but as we mourn and grieve for what we have lost, we need to do that with hope in the Lord who loves us and who is able to bring restoration. And as we have said it many times, the loss is not to the end. To, что мы уже много раз сегодня сказали, потеря, это еще не конец. Because God is able to restore. Потому что Господь силен все восстановить. Father, we thank you for this sharing. Господь, мы благодарим тебя за это слово. And I pray, Holy Spirit, that you would be behind each and every word that came from you and confirm it in our hearts. Я прошу тебя, Дух Святой, чтобы то слово, которое сегодня звучало, чтобы ты запечатывал его в наших сердцах. May you make it clear what you are saying to each and every one of us. Неси ясность во все, что сегодня было сказано каждому из нас. May you bless my brothers and sisters. Благослови моих братьев и сестер каждого в той ситуации, в которой они находятся. May you hold their hands as they have been and are still experiencing different kinds of losses. Держи их за руку в тех ситуациях, которые они проходят через те потери, которые сейчас есть в их жизни. May you encourage them, Father. may you heal and help them on the journey of grieving, but also give them hope that there is light at the end of the tunnel. yes, night may telly, but morning comes, light comes in the morning. night is тем but with light comes light and morning becomes light light and we pray this believing in Jesus name Amen. We pray this believing in Jesus name Amen. Спасибо большое, Lambert. Thank you, Lambert. Thanks a lot. Это нам очень поможет. It would really help us. Итак, вопросы для обсуждения. Первый вопрос. Понравилось ли вам учение? Что оно значило для вас лично? Какие потери вы или ваши близкие пережили? Прочитайте Псалом 29 6. Что значит для вас этот стих сегодняшних обстоятельствах? Пожалуйста, присылайте нам ваши отзывы по этому эфиру на email, а также добавляйтесь в группу эфиров в телеграме по этому номеру телефона. Send your testimonies or your opinions on this address and you can add others in this group.